здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас 56 уроке видеокурса уникальные виджеты adobe muse в этом уроке я хочу вам показать наверное полезный виджет который позволяет транслировать с любого сайта у которого есть rs канал контент этого сайта прямо в adobe muse то есть что это значит то есть вот в определенной области на вашем сайте вот сейчас вы видите здесь тут идет контент чужой контент с чужого сайта он транслируется автоматически каждый раз когда на сайте с которого я взял ссылку на 1 канал а выкладывать какие-то новости тем самым на вашем сайте дублируются полностью новости дата создания ссылки и соответственно все цвета можно настроить количество отображения постов на вашем сайте вывести сразу можно сделать в новые чтобы страницы открывались сами ссылки то есть я брал вот с этого трекера ссылку на 1 канал просто для тестирования чтобы вам показать ну и в принципе давайте посмотрим может быть кому-то движет пригодится давайте посмотрим в настройки переходим в adobe muse давайте посмотрим как изначально выглядит виджет когда вы его перенесете к себе на холст тут уже идет трансляция сайта имеется такой ползуночек тоже кстати ему цвета все можно назначить и давайте посмотрим как брать 1 канал да как брать ссылку смотрите вот я нахожусь просто на сайте вы должны на сайте на этом с которого хотите транслировать контент найти вот такую строчку вот такое вот слово до rss если вы на сайте такого не найдете возможно на сайте нету просто 1 канал потом если вы на сайте нашли такой канал вы кликайте по rss и вот здесь вот вам нужно взять просто ссылку целиком как она есть теперь с данного сайта я буду транслировать на своем muse сайте весь контент который там публикуется и первое в настройках это вот как раз таки fit url удаляйте все содержимое и вставляйте вашу ссылку и enter и уже сейчас у нас будет транслироваться новости с данного сайта прямо здесь можно в режиме редактирования видеть как здесь сменилось все русские названия идут заголовки и так далее уже идет трансляция то есть каждый раз когда новый новости добавляются они будут добавляться сверху но опять же здесь в настройках виджета можно сделать сортировку как вы хотите чтобы эти новости отображались и такой момент вот здесь галочки например сниппет дата хедер здесь вы можете например что-то не отображать снимаете галочки и какой-то элемент фиде не будет отображаться то есть я снял хедер и вот здесь была ссылка на самом верху откуда идет rs поток я ее снял не хочу отображать и вот можно также снять дата если не хотите вот этот сниппет например медиа я поставлю чтобы отображалась и на сайте тогда будут отображаться картинки да то есть не просто 200 текст а еще и будут отображаться картиночки данных постов дальше вы можете за ползуночки растянуть виджет rs во всю ширину браузера но это в принципе позже вы всегда сможете сделать давайте дальше рассмотрим настройки вот fit number limit то есть сколько максимум постов статей выводить с сайта с которым я беру rs ленту ну я бы поставил например 10 вот эта опция не совсем не понятно но если мы здесь меняем значение например поставим 10 то у нас меняются посты возможно это идет с каких-то страниц с других отображения постов потому что много всяких категорий возможно это как бы глубина с каких вот страниц отображать контент здесь просто надо смотреть сейчас тут отображаются совсем другие элементы фильмы какие-то и так далее дальше вот этот link target то есть как открыть ссылку если человек перейдет по ссылке с данного поста с любого поста то есть self или бланк бланк в новом окне чтобы открывалась лучше оставить так сортировать вот эти элементы вашем видите подайте по заголовку и еще есть какой-то вид сортировки также можно посмотреть дальше фонд но это шрифты для всего контента который отображается в вашем видите дальше fit title фонд сайт то есть это заголовок для ваших постов именно размер заголовка сделаю побольше дальше скролл бар и ширина то есть смотрите вот этот ползуночек который здесь у нас появляется его здесь может и не быть вы смотрите вот сейчас он тут есть вот он серого цвета вы можете просто за края браузера растянуть вниз данный виджет то есть вот просто да вот за эти края и тогда ползунка не будет но все же если у вас место ограничено и здесь ползунок нужен то его можно настроить очень очень четко там очень много цветов для него всяких есть то есть здесь настраивается именно его толщина можно сделать поменьше и вот дальше смотрите у нас тут два цвета как посты начинаются вот серого черного цвета до серого черного и так далее здесь конечно же вы можете настроить под свой дизайн то есть первый вот этот цвет видно серый цвет я назначаю свой цвет следующий цвет назначаю другой потемнее и сразу будет видно здесь где цвета изменились вода видно здесь не влазит контент вот именно изображение не знаю как его здесь разместить возможно может быть его стоит просто расширить данный виджет и тогда у нас картиночки будут размещаться как нужно возможно это и нельзя исправить тогда придется отключать отображение медиа я попробую сейчас расширить и давайте посмотрим нет все равно картиночки у нас залазит они у нас здесь не умещаются конечно смотрится все наляписто и с картинками это будет не очень хорошо смотреться поэтому я предлагаю пока отключить показ медиа точнее чтобы отключить у нас показ картинок нужно нажать поставить галочку здесь сниппет медиа можно оставить дальше идут цвета border color то есть вокруг нашего виджета есть рамка отключить ее нельзя поэтому назначаем какой-то цвет title color то есть это все тайтлы постов которые транслируются через ваш виджет то есть заголовок всех постов можете назначить какой-то цвет я буду брать нейтральный чтобы сразу вы понимали где это отображение идет если вы еще не поняли вот видно да сейчас все красные стали заголовки description color видно вот видите белое это все описание всех постов также я сейчас беру какой-то другой цвет чтобы вы сразу понимали где это находится вот стали все эти описание да у нас белый цвет дальше дата color здесь вот показана дата у каждого поста она транслируется да то есть вот видно 18 что в 2016 и время когда пост был сделан то есть смотрите вы дату можете вообще отключить вот здесь вверху если вам она нужна то дата color вы можете поменять цвет здесь видно что дата стала до зеленого цвета так дальше fit title color этот цвет заголовка который у нас был в самом верху вот здесь вот в левой части так как я его отключил цвет здесь уже не играет роли то есть вот этот вот хейдер будет галочку я снял и как раз для него цвет вот это fit title color scroll bar background track color это вот где у нас ползунок есть где он находится мы его двигаем за ползунком есть такое пространство где он перемещается да где мы его перемещаем вот для заливки этого промежутка пространства вы можете также назначить цвет какой-то свой дальше scroll bar track color это как раз таки сама полоска за которым мы мышкой можем тянуть чтобы прокрутить элементы нашего раз канала да здесь сейчас я назначу какой-нибудь цвет чтобы вы наглядно видели возьму фиолетовый что вы просто видели где он находится и нижний цвет практически вам тут не умещается scroll bar hover track color то есть тот же самый scroll bar только при наведении на него мыши менять ли цвет но я возьму тот цвет чтобы вы тоже видели зеленый много тут всяких цветов но в принципе немножко посидите и поймете то есть сейчас видите scroll bar нет потому что видит растянут во всю ширину сейчас я вам его уменьшу чтобы вы видели scroll bar за ползуночек вот так вот утяну и давайте посмотрим вот появился ползунок вы помните его сделал фиолетовым сзади видите за ним background такой зеленый насыщенный и вот при наведении мышки на сам скоро скроллинг видите меняет цвет на зеленый который я вам только что сейчас поменял вот так вот здесь все устроено вот и все настройки данного виджета на этом я заканчиваю этот урок и увидимся с вами в следующем